так нормально да да отлично хорошо так название ну вот здесь название я буду говорить по-русски все все написано по-английски так что будет понятно надеюсь всем вот что я хотел рассказать об оброй некоторые обратные задачи для квазилинейного волнового уравнения задачи две нелинейности будет но вот то что связано с обратными задачами для линии нелинейных уравнений гиперболических вот здесь представлены некоторые исследования последних лет но не так уж больших где-то начиная первая работа с восемнадцатого года 2018 то есть сравнительно небольшом периоде появилось довольно много работы здесь представлен совсем неполным далеко не полный список только часть ну вот для знакомства может быть с работами я не буду ничего рассказывать из этой серии что было представлено то что здесь у меня оригинальный доклад свой ну вот некоторые работы можно так сказать отсюда взять кто захочет познакомиться значит я буду рассказывать вот о таком уравнении волновом который в котором добавлены два нелинейных слагаемых один связанный с первой производной степени м а второй су в квадрате ну что касается квадрата здесь будет в конце я сделаю замечание не обязательно конечно брать квадрат можно более большую степень ну вот целую достаточно легко не целую значительно сложнее вот но ситуация здесь такая что вот для простоты технических представлений я выбрал у в квадрате ничего два коэффициента в это уравнение входят это уравнение рассматривается во всем пространстве r4 то есть три переменных пространственных одновременная от минус до плюс бесконечности по времени с некоторым условием которое при тем меньше нуля который играет для этого уравнения фактически роль начального условия простите пожалуйста никто не видит в чате один из участников просит по-английски рассказать все-таки пишет что не понимает по-русски есть участник который он не понимает по-русски я понимаю у меня я текст написал вот он достаточно понятно извините я на всякий случай он не идентичный конечно может я хочу рассказать но владимир гаврилович конференция в принципе двуязычная так что вы в полном своем праве разговаривать по-русски приспосабливается читать да ну что поделаешь давай я хочу разговаривать по-русски потому что более свободно могу тут конечно конечно русской аудитории писать все детально на английском языке и рассказывать но мне как-то не хотелось много времени тратиться на это вот речь идет о том что при темень чем нуля задается вот такая функция g зависящая от линейным образом от переменных х и т ну и тут добавлено еще некоторое число r о котором я скажу чуть позже значит вот это представляет собой некоторую плоскую волну которая бежит в направлении вектора не у единичного вектора значит вот r добавлено здесь из таких соображений я предполагаю что коэффициенты сигма и q фенитные их носитель содержится в шаре радиуса r и именно то самое r вот фигурирует у функции g для чего оказывается что вот ну функция у при t меньше нуля представляет собой плоскую бегущую волну и в момент времени t это волна касается впервые касается границы шара радиуса r вот из этих соображений минус r там и выбрана она она касается в точке при t равном нулю в точке x равная минус r на ню может легко проверить что это как раз так и вот поэтому поэтому при t меньше чем нуля дифференциальное уравнение выполнено также потому что в этой ситуации волна еще не дошла и там сигма и q коэффициенты равны нулю а это плоская волна конечно удовлетворяет доломберианом уравнение доломбера просто вот этому волновому уравнению однородному вот такая ситуация значит предполагается что эти коэффициенты сигма и q у меня бесконечно дифференцированные функции я говорю гладкие просто это конечно в целом это не обязательно в техническом отношении это избавляет меня от необходимости разных оговорок многочисленных причем вот по существу вот это важно функция g также предполагается бесконечно дифференцированной и такая что она при t при когда аргумент уже меньше нуля она ноль а при t больше нуля уже не ноль так что g от нуля равно нулю но g штрих равно а положительному числу это вот важно это очень важно не факт он будет играть большую роль но в остальном это просто любая функция c бесконечности вот она может быть чинить на это же может быть не финить на это неважно значит ну вот тут написано что если коэффициенты обращаются мной то это просто бегущая волна так что же дальше значит предполагается же так же что вектор ню вот он имеет такую структуру это вектор единичный но у него третья компонента это ноль то есть он ортогональный оси x3 а вектор а фи это переменный угол он может меняться от нуля до пи и этого достаточно оказывается вот значит в результате получается что решение зависит не только от x и т но и от угла фи поэтому она обозначается вот таким образом как у от x т и фи ну вот это вроде все здесь пояснениями этой проблемы да пойдем дальше вот прямая задача она заключается в том что нужно при заданных функциях g сигма и q найти и g конечно функции нужно найти решение просто того уравнения один с данным данными при т меньше нуля это обычная классическая задача корректная при определенных условиях на сигма и q она нас будет интересовать больше вот задача определения двух коэффициентов сигма тикс и кодекс ну они отлично отмена только внутри шара радиус р вот мы введем границу шара назовем ее с граница шара от границу ну да граница шара с это сфера радиус р и вот с от р ню вводится это полусфера та часть сферы на которой скалярное произведение x на ню положительно значит это если освещение сферы происходит с направления ню то это тыловая часть сферы та которая не освещена теневая сторона вот она важная элемент этой конструкции именно в точках этой полусферы будет производиться измерение решения прямой задачи и постановка обратной задачи вот она такова считается что решение прямой задачи известно для всех точек икс которые принадлежат полусфере вот этой для различных углов фи от нуля до пи и для моментов времени близких к тому как когда приходит на эту в точке этой полусферы сигнал от источника то есть в начале конечно там ничего нет там все находится в покое вот момент времени когда пришла волна а этот момент вычисляется очень просто это скалярное произведение x на ню плюс р вот в этот в окрестности этого момента мы считаем что решение задано вот за счет того что мы задаем здесь на целом интервале по времени она эта задача оказывается переопределенной несколько но можно из нее сделать определенную задачу а именно достаточно от функции п оказывается знать просто производные первого порядка по т и третьего порядка по т в момент когда сюда приходит волна то есть на фронте тогда задача становится определенной по размерности от скольки переменных зависит коэффициенты столько же у нас такая же информация ну вот такая постановка задач здесь все понятно так пойдем дальше значит мы исследуем эту задачу вот так сказать схематично здесь описано что я буду дальше рассказывать значит дальше будет рассказываться вот что сначала будет для прямой задачи будет выписано разложение в окрестности фронта волны а дальше это разложение мы используем при решении обратной задачи и оказывается что для коэффициента сигма можно получить в этом случае используя информацию просто задача рентгеновской томографии обычная задача стандартная которая хорошо известно хорошо решается а вот используя дальнейшую информацию когда уже сигма известно а можно получить задачу для функции q и эта задача уже не томографии но близкая к этому это томография с весом весовая функция задача тогда называется интегральной геометрией известны интегралы по всем прямым заданной весовой функции весовая функция зависит от сигма и определенно и довольно сложным образом выписывается но вот ее нужно исследовать чтобы решить эту задачу это сделано получена оценка устойчивости вот этой задачи ну а дальше значит вот я выписываю структуру решения прямой задачи она здесь является основной при исследовании обратной структура вот это вот такая так следующая теорема да значит вот можно дальше поймите вот она теорема значит если сигма и q гладкие функции с носителем финитные гладкие функции с носителем внутри шара и сигма удовлетворяет вот такому условию сигма не отрицательно это условие не обязательно не обязательно можно было бы исследовать и без него но физически это понятно потому что в этом случае сигнал поглощается а если противоположный знак то там сигнал наоборот подкачивается то есть не поглощение происходит среди а подкачка энергии ну вот я предпочитаю работать с этим случаем и значит вот предполагается значит что g из c бесконечности g от нуля 0 g штрих от нуля положительная константа а ну а это подальше просто обозначение g 2 штрих равно b и g 2 штрих равно c это обозначения которые будут встречаться в формулах которые выписываю значит это ну дальше значит что вот в этих предположениях структура или асимптотическое разложение лучше сказать решение в окрестностях фронта оно вот таково это функция хересайда вот этого линейного агрегата который обращается в ноль как раз в момент времени ну когда приходит волна на границу шара впервые доходит а дальше стоит множитель разложение идет по степеням вот этого агрегата линейного t минус x на n минус r с первой степени вторая степень третья степень ну как Тейлоровское разложение примерно но на самом деле альфа бета и гамма ну и дальше если бы захотели выписывать это есть не что иное как коэффициенты Тейлора функции u разложение в ряд Тейлора действительно альфа это при когда h положительно то есть единица когда h единица то есть мы находимся уже за фронтом выше фронта чуть то там значит альфа это первая производная от u по t на фронте бета вторая производная гамма третья производная на фронте то есть они напрямую связаны вот с этим разложением это Тейлоровское разложение ну вот что еще можно здесь сказать что еще может быть а функция хевисайда вот она известна это ступенька единичная ноль при отрицательных значениях аргумента и единица при положительных дальше значит вот коэффициенты альфа бета и гамма можно все выписать в явном виде ну и вообще все коэффициенты можно выписать если мы захотели дальше продолжать разложение вот альфа вычисляется вот таким образом нелинейным образом вот здесь как видите присутствует интеграл от сигма по прямой линии получу луч этот выходит из точки х в направлении вектора минус ню до бесконечности но поскольку сигма фенитная то это интеграл всегда по конечному отрезку идет может быть и просто по нулевому может быть просто интеграл равен нулю там где этот луч не пересекает носитель сигма ну и вот видите здесь фигурирует число а это значение ф от нуля вот и фигурирует м степень нелинейности по переменной ут по первой производной вот она такова как видите здесь присутствует интеграл от сигма и он будет играть потом важную роль именно наличие этого интеграла приводит задачи томографии задачи томографии для функции сигма вот следующий коэффициент бета он вычисляется более сложным образом здесь присутствует экспонента от сигма с множителем альфа в степени м без единицы она присутствует экспонента там со знаком минус со знаком плюс под интегралом вот видите в нижнем части там присутствует так сказать и лаплосян от альфа предыдущего и ну и вот экспонента со знаком плюс но хочу обратить ваше внимание сразу здесь что это бета зависит только от сигма от q никак не зависит она вычисляется по сигма сначала по сигма находится альфа а потом по альфа и сигма находится бета так что это все зависит только от сигма а вот q впервые появляется в следующем члене следующий член это значит гамма вот он здесь выписан здесь те же самые экспоненты появились но здесь вот впервые появляется коэффициент q я не знаю видно или нет вам это вот у меня здесь закрывает как раз все видно видно в третьей строчке все вот он здесь вот он коэффициент q появляется линейным образом с множителем альфа в квадрате и еще умноженное на экспоненту вот это в конце концов и даст нам вес такой вот функции q вес будет альфа в квадрат умноженное на эту экспоненту и мы придем к задаче интегральной геометрии вот с этим весом для функции q а все остальное известно смотрите тут бета присутствует которая по сигма находится сигма ну и все и больше ничего ну и коэффициент c это третья производная от нуля третья производная от функции f при ну от нуля вот и все в этих формах я объяснил что луч это вот такой вот который из точки x выходит здесь а здесь из точки сигма из точки в направлении минус ню так что эта формула немножко посложнее ну и вот что такое и это вот уравнение фактически этого луча здесь правда плюс стоит ню но зато аргумент отрицательный с отрицательное берется все значит это минус ню интегрирование идет туда на минус бесконечность вот вот здесь такие формы ну вот все мы теперь можем пойти дальше ну король очень коротко о том чтобы понять как же это получается нужно просто пользуясь тем представлением вычислить вот этот волновой оператор над функцией ну у где у это вот то самое представление которое написано было и она вот вычисляется тогда таким образом это просто видите начинается то же самое разложение по степеням но с нулевой степени если в предыдущем было с первой степени то здесь с нулевой я выписываю члены до второго порядка дальше это члены более высокого порядка идут вот вычисляется также вот эта производная у по т в степени она тоже начинается с нулевого разложения идет потом первая степень вторая степень а у в квадрате сразу начинается со второй степени ну и далее идут вот если все это подставить уравнение и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях то мы получим уравнение для определения альфа, бета и гамма вот эти уравнения имеют такой вид для альфа это нелинейное вот такое вот уравнение здесь присутствует альфа в степени m а вот для бета и гамма это линейное уравнение бета здесь входит только в линейном образом вот вот и гамма тоже только линейным образом но в гамму участвует вот это вот а в этих нет теперь для того чтобы понятно что вдоль того луча о котором я говорил вот это вот произведение скалярное градиент оно не это производное по направлению луча так что это вдоль луча обыкновенное дифференциальное уравнение это нелинейное вот это линейное уравнение 2 поэтому нужны просто начальные условия которые получаются из тех условий которые это плоская волна вот она имеет то же самое разложение по степеням отсюда мы находим что альфа для отрицательных значений вот этого аргумента то есть пока фронт не дошел не дошел альфа это есть первая производная от нуля это вторая производная от нуля и гамма это третья производная от нуля согласно обозначению так что вот после этого мы можем легко проинтегрировать эти соотношения и без всяких проблем это довольно простая задача ну а после этого у нас уже есть аппарат некоторый для исследования обратной задачи вот прежде мы начнем с того что можем по данным задачи по функции p ну вот альфа связана с коэффициентом у я уже говорил что с первой производной на фронте когда т стремится к моменту прихода волны вот это альфа с другой стороны у нас там где у по т задано это когда на данных обратной задачи когда у по т совпадает у совпадает с п мы вот это мы знаем вот такое соотношение на уже только для тех момент для тех значений х которые на которых эти данные известны то есть на теневой стороне сферы полусферы и для разных фи от нуля до пи ну а что тогда я вам показывал формулу для альфа в нее входят вот эти интегралы тогда мы эти интегралы можем вычислить как раз именно при этих значениях х и фи где правая часть просто уже через функцию считается вот здесь в альфа ну вот через альфа фактически которая известна на в точках вот в этих же точках вот она так вычисляется теперь что же такое вот если возьмете точку на этой полусфере теневой части сферы и проведете луч из этой точки в сторону минус ню то этот луч как раз пересечет сферу по прямой линии и значит фактически мы знаем интегралы по всевозможным прямым которые выходят из этой полусферы параллельно ню вектором ню этот значит фактически мы знаем вот такие вот интегралы по прямым если мы вращаем фи то мы знаем интегралы уже по всем прямым которые ну вот параллельной плоскостью ортогональной оси х3 потому что вектор ню у нас только ортогональная оси х3 значит по всем таким прямым ортогональным оси х3 мы знаем интегралы в чистом виде задачи томографии причем достаточно конечно от нуля до пи потому что дальше начинаются повторы так сказать функция выражается она понятно что когда вы берете фи и минус фи то это одно и то же получается так вот такая вот вещь значит ну отсюда что мы получаем во-первых теорему единственности бесплатного для этой функции сигма во-вторых метод решения этой задачи это известные томографические методы существует десятки программ и алгоритм для решения этой задачи так что с этим все хорошо мы можем сигма найти но после того как сигма мы нашли то можно уже решать задачу для коэффициента q для этой цели мы находим гамма на той части как раз полусферы где у нас данные заданы потому что это третья производная от p или от решения то же самое на фронте волны вот такая формула верна значит что получается если мы теперь нашли гамма вот на этой части то мы можем найти оттуда интеграл от q с тем вот самым весом о котором я говорил вес это альфа в квадрате на интеграл на экспонент вот такой вот там функция q умножается только вот на это все остальное известно значит весовая функция у нас получается такая она положительная понятно но и значит нужно чтобы решить эту задачу построение функции q нужно исследовать вот эту вот задачу с весом ну что можно сказать задачи такого сорта уже исследовались впервые они появились вот в результате исследования задач которые связаны с сейсмикой задачей томографии в районе где-то в 70-х годах они ну это вот я просто формулу для r2 выписал явно ну вот значит она эта задача тоже как видите распадается на слои отдельные можно взять слой любую плоскость параллельную плоскости xy ну например x3 равная z и z от любой от минус r до плюс r вот в этой плоскости фактически нам известны все такие интегралы все такие интегралы по прямым с весом вот ну вот задачи такого сорта говорили следовательно начали в 70-х годах прошлого века и значит что я вот указывал где-то что впервые первая пионерская работа в этом направлении была сделана Мухаммедову Равиле Мухаммедову который получил оценку устойчивости для задачи в чистой для интегралов по кривым уже не по прямым более сложная конструкция по различным прямым но обладающая некоторыми определенными свойствами но значит а потом в конце написал несколько слов буквально одно сформулировал Лемму о том что задача может быть решена и с весом и указал какие необходимые условия на вес нужны но выписал оценку без некоторой константы неопределенной вот обобщена эта теорема которая была получена Мухаммедову для задач на плоскости потом мной немногим позже фактически в том же году несколько месяцев спустя или может в следующем году я уж не помню но тоже для кривых которые уже не любые а просто геодезические риммановые метрики некоторые риммановые метрики значит впервые было сначала изотропные метрики потом была рассмотрена задача анизотропные мухаммедов сделал такое обобщение на анизотропные случаи вот ну что важно что здесь были получены оценки устойчивости и вот я хочу воспользоваться этими оценками устойчивости они требуют от весовой функции вот что некоторые равномерные ее положительности ну фактически нужно чтобы вес был определенного знака ну поскольку у нас положительный то вот некоторые равномерные положительности и более сложного вот такого условия что производная по фи от логарифма была бы не меньше некоторого числа которое само меньше единицы вот так равномерно отделено от единицы вот так сказать проверка выполнения это условия это самое трудное во всех этих задачах которые возникают интегральной геометрии ну и вот дальше я буду собственно говорить об этой задаче как она решается значит что значит вот условия на сигма которые возникают значит лемма они сформулированы в этой лемме значит условия на сигма значит было раньше положительности просто здесь требуется более жесткие условия оно сигма от x ограничено всюду в некоторой константы заданной сигма 0 и градиент сигма ограничен тоже некоторым числом сигма 1 фиксированным тогда вот можно проверить что выполняются некоторые условия уже технические для коэффициента альфа который введен для коэффициента альфа который был в разложении введен вот таким образом что они альфа это не является функция на самом деле положительная ограничена сверху числом а а снизу некоторым числом альфа 0 которое пониже дано вот она выписана здесь вот градиент альфа альфа по переменным х градиент считается только ограниченным числом альфа 1 вот этим числом производная по фи ограничена числом альфа 2 вот таким и наконец ро 0 отсюда это альфа 0 квадрат тенор получается что она ограничена вот вычисляется по этой формуле это оценка равномерная коэффициент весовой функции а для ро 1 которая тоже очень важна вот получается такая более сложная оценка я сразу хотел чтобы не возвращаться к этому хотел сразу сказать вот обратите внимание что здесь есть здесь есть коэффициент сигма 1 то есть градиент сигма равномерная оценка число а это f от 0 оно играет важную роль как я говорил вот оно здесь множитель r в квадрате это радиус шара дальше здесь повторяются те же самые числа но еще присутствуют степени без единицы единицы ну и вот число и так далее в дальнейшем как я говорил нам потребуется условие ро 1 меньше единицы чтобы получить оценку устойчивости когда этого можно достигнуть оказывается очень просто вот если сигма 1 сигма 0 радиус фиксировать и м фиксировать то вот это число может быть сделано сколь угодно малым не только меньшим единиц а вообще сколь угодно за счет выбора а а выбор а это f от 0 это в руках экспериментатора если он проводит эксперимент то он всегда может добиться взятия настолько малых что вот это утром 1 будет меньше единицы вот так решается проблема если же по каким-либо причинам у него жестко закреплено а то тогда конечно это условие на малость сигма 1 или r тогда тоже получается все хорошо ну вот я не буду больше к этому возвращаться у меня там замечания сделаны попозже ну вот отсюда следует вот такая теорема устойчивости оценка устойчивости что если ро 1 меньше единицы ну а когда это может быть я уже сказал то тогда вот такая вот оценка устойчивости мы берем сечение шара плоскостью x3 равная z и берем l2 норму по сечению и эта l2 норма не превосходит вот такой вот константы эта константа взята из моей работы у мухаммедова ее нету а вот и вот такой агрегат право от правой части вычисляется производная по фиф возводится в квадрат ну и дальше берется интеграл по границе вот пересечению вот этой тут нужно было бы скобочку поставить после d скобочку и здесь и справа то есть по границе пересечения ну пересечения плоскости с шаром это есть окружность так вот по границе этой окружности здесь берется элемент длины здесь ну вот она оценка устойчивости фактически это вот по этому по границе вот по этому шару когда z фиксирован ну ну и фактически все остается отсюда извлекается конечно теорема единственности сразу же следует это замечание я уже фактически о нем рассказал когда можно достигнуть условия r1 меньше r r 1 меньше единицы ну и еще два замечания простеньких что можно конечно общить это на любой случай любой размерности начиная со второго это одно замечание второе то что квадрат можно заменить на у в степени k где k целая степень тогда нужно продолжить разложение которое было написано вот до степени k плюс первое и туда туда именно в этот коэффициент при этой степени впервые войдет линейным образом q и точно так же мы получим задачу интегральной геометрии с другим конечно весом другую правую часть фактически та же самая проблема ну вот и все спасибо за внимание спасибо владимир гаврилович are there questions есть ли вопросы пожалуйста владимир гаврилович вот такой вопрос вот там в постановке прямой задачи вот как то вскользь было сказано насчет ее корректности а вот вот это всяких всяких этих самых блокапов там не может быть нет тут ситуация конечно сложная я так сказать сказал о корректности не особенно задумываясь дело в том что конечно эта задача нелинейная вот у ней существование как правило всегда делается только доказывается локально потому что в нелинейных случаях в большинстве хотя иногда это можно продолжить решение во времени до бесконечности на большей части существует некоторое конечное Т такое что дальше решение уходит на бесконечность при пристремлении к этому Т вот но с другой стороны обнаружен такой факт что вот если мы пишем разложение то вблизи фронта вблизи фронта решение существует а дальше оно уходит конечно на бесконечность и вот если здесь для формулы для альфа посмотреть если сигма взять не отрицательное например то тоже видно будет что оно уходит на бесконечность ну вот я где-нибудь формулу для альфа сейчас найду а вот она вот если представьте себе что сигма отрицательное тогда вот здесь вот это вот начинает расти величина когда увеличивается длина интегрирования и может получиться так что вот здесь получается ноль это в отрицательной степени все решение уходит на бесконечность то есть для альфа нужно ограничивать обязательно сигма но для достаточно малых сигма это все тоже проходит даже и отрицательное ясно спасибо еще вопросы комментарии можно можно добрый день Александр Чубатрёх Владивосток Владимир Владимирович скажите пожалуйста получается что в вашем анализе важен тот факт что м строго больше единицы поэтому при равном единице это понятно все получается и так там все и так получается да конечно а вот оно что то есть это не линейности просто нет это известная так квадрат останется квадрат там все несколько проще так понятно спасибо так еще раз всем спасибо так некоторое беспокойство вызывает отсутствие следующего доктора